Здравствуйте, львы! С вами вновь Ермольна Татьяна, и я рассказываю вам прогноз на декабрь 2021 года, в котором хочу сказать, обратить ваше внимание на то, что предстоит прожить еще нам одно затмение. Оно произойдет в 13 градусе Стрельца 4 декабря, и о нем у меня даже было отдельное видео, прям вот в котором первую часть я посвятила непосредственно тому, что это затмение принесет всем нам. А во второй части вы по тайм-коду можете найти прогноз для своего знака, так что этот прогноз вы можете, это видео, найти в плейлисте на ноябрь и в плейлисте на декабрь. Милости прошу посмотреть полный прогноз для своего знака именно для этого затмения там. Здесь я тезисно скажу, что будет это затмение для вас, потому что в декабре еще много событий, которые стоит обсудить. Но тем не менее, знаете, пока затмение не пережили, чего там обсуждать? Тем более затмение в самом начале этого месяца, 4 декабря. Происходит оно в знаке, который с вами находится в связке по одной стихии. Вы оба огонь, и стрелец, и вы львы. Так что само по себе положение затмения по знаку очень для вас перспективное. Оно дает много новых возможностей, ими стоит пользоваться. Мое предположение, что все-таки затмение даст зеленый свет вашим проектам, каким-то вашим новым идеям, тем более, что весь год, собственно говоря, вы очень сильно мучились. А вот от этого квадрата Сатурн-Уран, который я не смогу не упомянуть, потому что он тоже сильно действует на ваш знак в этом месяце. И это будет, скажем так, последнее его грандиозное шествие по середине вашего знака. И вот как раз для тех из вас, у кого это затмение сильно резонирует с положением Солнца, для них и будет значим и этот квадрат в декабре. Представляете? То есть такие резонансы идут сразу с нескольких сторон. Это говорит о том, что те из вас, кто родился в период с 3 по 8 августа, получат очень серьезный, значимый, но в то же время рискованный период в декабре. Ну, скажем так, с одной стороны, как раз-таки солнечное затмение говорит о том, что будет свет дан многим вашим проектам. Это у всех львов, но вот у тех, кого я назвала, это будет просто сильнее и ярче выглядеть. Но с другой стороны, возможно, старт проекта, вот для львов, которых я упомянула по датам, может быть обрачен этим квадратом, потому что квадрат случится 24 декабря, но работает он плюс-минус неделю точно от этой даты. И вполне возможно, во второй половине декабря вот именно средние львы получат серьезную проблематику сразу же при старте. Но я предупреждаю вас в таком случае, ну, скажем так, не бросать все на половине пути. У вас точно все получится преодолеть. Это последний раз, когда в этих градусах находится связка Сатурн-Уран в таком кризисном взаимодействии. Поэтому и вы ее уже проживали. Вы проживали ее уже в июне, вы проживали ее уже в феврале. У кого когда там оно просто срезонировало? Поэтому, ну, я уверена, что вы храбрый, яркий знак, который является примером поведения, примером смелости для всех остальных зодиакальных знаков. Поэтому я уверена, что вы и этот вызов тоже примете и очень классно с ним справитесь. Это что касается затмения, да? Однако еще нужно упомянуть, что в самых первых числах декабря Солнышко в аспекте к Сатурну, это ваш управитель, да, он в аспекте к Сатурну, Поэтому вы мобилизованы, вот, вы так в такой, в такой, в профессиональной обойме, вы так подсобраны, вы готовы к результату, вы очень хотите, вот, как бы, чтобы все случилось так, как вы хотите. У вас очень много, на самом деле, находится под контролем, и это хорошо. Это говорит о том, что какие бы изменения ни произошли в дальнейшем, вы все равно получите то, что планировали. Возможно, не в этом году, не сразу, но мы понимаем, декабрь, это уже все переходный период, да? И дальше январь и новая жизнь, как говорится. Но тут еще есть несколько событий, которые я бы тоже хотела для вас отметить. Такой следующий период, который имеет смысл, про который поговорить, это период с 10 по 14 декабря, время, когда ваш управитель в аспекте к Нептуну, но аспект сложный, аспект квадрата. И здесь вот может как раз-таки Львов поджидать некоторые разочарования. Вот в чем оно заключается, не могу сказать, но это как бы не самый такой динамичный и не самый продуктивный период в декабре. Так что вполне возможно, на него не стоит уповать, на него не стоит планировать какие-то стратегические дела. Время, пожалуй, просто больше разобраться в своих ожиданиях и закрыть те программы вот эти несколько дней, ну, скажем так, которые свое отжили, и они уже вот как-то вас как будто бы тянут назад или как-то вот не дают вам дальше двигаться вперед, да? В общем, время разобраться со своими заблуждениями это. Ну, кстати, весь декабрь, если вы смотрели общий прогноз, он же про то, что мы вообще закрываем темы года, потому что ну ни в коем случае вот именно этот декабрь нам не позволяет нести темы этого года в следующий. Поэтому надо еще выбрать время, когда бы вы подводили итоги этого года и закрывали свои обязательства. Кстати, очень неплохим временем на самом деле являются первые семь дней этого месяца. А также очень неплохое время для этого период с 18 по где-то 24 декабря. Это тоже хороший период для того, чтобы закрывать отжившее, выплачивать все долги, которые имеете, любые там буквальные или символические долги, да? Солнце в этот период, вашу правительную, наше светило. Все мы под ним уходим, все мы хотим его благодати. Но переходит знак Козерога. И если вы помните, это еще и день зимнего солнцестояния, когда мы проживаем самую длинную ночь и самый короткий день. И с этого времени световой день начинает увеличиваться, да? То есть это все про возрождение, это все про новые планы, это все про переход в какой-то, ну, как бы из тьмы в свет, да? И для вас тоже символика эта сработает точно. Поэтому я предлагаю вам вот период с 18 по 24 декабря провести с одной стороны в закрытии новых программ, но с другой стороны, скажем так, в том, чтобы вы наметили новые планы. Если вы их еще не наметили до этого, потому что ноябрь тоже было хорошее время для этого, да? То вот сейчас самое время спрогнозировать, увидеть, представить, каким вкусным, каким качественным, каким ярким и радостным для вас может быть 22-й год. На самом деле есть два вида людей, да? Первый с внутренним локусом контроля, второй с внешним. Наверное, вы об этом знаете, да? Первый думает, что это они управляют судьбой, второй думает, что внешние обстоятельства как-то формируют все то, в чем они живут и с чем они живут. Я надеюсь, что вы все-таки из первых. По крайней мере, я уверена, что я привлекаю людей волевых, людей, готовых к движению вперед, несмотря ни на что. Да, вот я сама такой человек, я уверена, что и люди, которые меня смотрят, они со мной срезонируют по этому вопросу. Поэтому пора двигаться вперед. Для этого есть, а, внутренний ваш ресурс, внутренняя ваша готовность, б, это все-таки воля небес. И вот единственный период, когда действительно можете вот так сильно споткнуться, это время 24-25 декабря, когда вот этот квадрат между Сатурном и Ураном может очень сильно подпортить всю вашу готовность двигаться вперед. И тут будет экзаменация, да, просто вот экзаменация на вашу приверженность всему тому, что вы себе запланировали. И запланировали в качестве закрытия этого года, и запланировали в качестве новых дел на следующий год. В общем, вам стоит пережить эти два дня, и как бы ни колбасило, извините за этот термин, все-таки идти и двигаться вперед. Пусть с другой скоростью, пусть немного с другим настроением, но все равно не отходить от этой линии. Я готова с вами этот прогноз обсудить. Давайте его с вами обсудим в Телеграм-канале. В моем Телеграм-канале Астрология с Ермольной Татьяной вы эту фразу можете забить в поисковике Телеграм, найти мой канал, присоединиться к нему, подписавшись, задать мне там любой вопрос. По мере возможности я отвечаю на все вопросы, я публикую все те прогнозы, которые есть на Ютубе там, чтобы их обсуждать со мной. Ну и Инстаграм татьяна.ермольна.про или Татьяна Ермольна в поисковике Инстаграм, потому что помимо того, что в Инстаграме я тоже с вами коммуницирую, я еще там и разыгрываю постоянно какие-то призы и подарки. И под Новый год я обязательно буду разыгрывать подарки новогодние. Присоединяйтесь ко мне, становитесь моим подписчиком для того, чтобы участвовать в новогоднем розыгрыше подарков. Я с вами прощаюсь. До новых встреч. Я желаю вам в Новом году всего наилучшего. С Новым годом! С новым счастьем! До новых встреч! До свидания!